МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Детали КМВ. О самых важных событиях этой недели в столице Северокавказского федерального округа и регионика в Минвод вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. И сейчас коротко о главном. Стандартизация и метрология в центре внимания государств-участников СНГ. Из Кисловодска с подробностями Дмитрий Чернышев. Как решают проблему дефицита мест в детских садах города Лермонтово узнавала Наталья Архангельская. День профилактики сахарного диабета прошел в Пятигорске. Все подробности у Дмитрия Чернышева. Премьера в Пятигорске. Спектакль «Мадмуазель не тушь» на сцене театра Опереты. Вернисаж Краевического музея представляет зрителю выставку «На пути у высоких чувств». Настоящее искусство в сюжете Марии Корниенко. Обсуждение путей повышения эффективности межгосударственной стандартизации в рамках СНГ дальнейших действий по гармонизации межгосударственных технических регламентов и проектов современных документов. Эти темы обсуждали в Кисловодске на совещании руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ. С подробностями Дмитрий Чернышев. В 42-м совещании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации приняли участие делегации восьми государств-участников СНГ. С приветствием от губернатора Ставропольского края к присутствующим обратился первый заместитель председателя правительства. Неугодное расширение международных связей, особенно между нашими государствами, невозможно без приведения к единому стандарту всех наших отношений. Единые стандарты по перемещению товаров, энергии, информации. И не случайно стандарты, на мой взгляд, являются ключом, который открывает многие рынки, в том числе и наши государства. В ходе заседания о работах, проводимых в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, доложили представители национальных органов по стандартизации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран-участников СНГ. Основными задачами российской стандартизации были названы формирование нормативной базы и принятие технических регламентов Таможенного союза. В качестве приоритетной названа задача обеспечения нормативно-технической базы, соответствующей модернизации и инновационному развитию России. Ежегодно, два раза в год мы собираемся и совместно, если говорить о стандартизации, разрабатываем межгосударственные стандарты, количество которых уже превышает в год по более тысячи стандартов, ежегодный прием. Общий объем фонда межгосударственных стандартов, чтобы вы понимали, порядка 20 тысяч документов. Это стандарты в области энергоэффективности, нефтехимии, транспортного машиностроения, других приоритетных областях национальной экономики. Стандартизация может стать эффективным инструментом повышения конкурентноспособности российской промышленности в условиях вступления страны в ВТО. Привлечение к деятельности по стандартизации в более широком масштабе нашей промышленности. Для России я имею в виду это российская промышленность, российская экономика и, безусловно, экономика других стран-членов СНГ. По результатам заседания был подписан протокол, закрепляющий принятые на совещании решения. Дмитрий Чернышев, Денис Панфиленко, СТС КМВ. Проблема нехватки детских садов известна не только тем, кому пришлось с ней столкнуться. Родителям и специалистам. Об этом говорят и депутаты. Они разрабатывают новый федеральный закон об образовании. И президент, указом которого проблема дефицита мест должна быть решена к 2016 году. Наш корреспондент Наталья Архангельская отправилась в город Лермонтов, чтобы на месте убедиться, какие меры предпринимают муниципальные власти. Российские власти с воодушевлением говорят о повышении рождаемости в стране. Но при этом недостаток детских садов настолько велик, что грустная шутка записывать ребенка в детсад сразу после рождения уже поздно, к сожалению, реально. Указом президента проблема с детскими дошкольными учреждениями должна быть решена к 1 января 2016 года. Модернизация системы дошкольного образования на особом контроле и у администрации города Лермонтово. Ликвидация очереди станет возможна в ближайшей перспективе. 19 миллионов средств краевого бюджета плюс миллион из муниципального – такова сумма, выделенная на проведение капитального ремонта детского сада «Родничок». Еще в 2007 году в этом садике номер 13 «Родничок» создалась аварийная ситуация с отоплением, и после того садик встал на ремонт. И только в 2012 году во второй половине, благодаря конструктивному подходу краевого правительства и личного губернатора Зеленкова Валерия Георгиевича к проблемам обеспечения детей местами дошкольных учреждений, стала возможность проведения такого ремонта. Своими силами мы, конечно, этот вопрос бы не решили. Я думаю, в течение января будут подготовлены все документации, лицензирования, и в феврале уже первые детки пойдут в наш прекрасный отремонтированный детский садик. Проблему дефицита мест администрация города планирует решать и за счет строительства нового дошкольного учреждения. Началась разработка проектно-смертной документации. И, возможно, совсем скоро в Лермонтове появится еще один садик, который примет 240 детишек. Указ президента принят к исполнению. И хотя до 2016 года еще есть время, в городе Лермонтове поставлены самые жесткие сроки. Уже 25 декабря этого года должен завершиться капитальный ремонт вот этого детского сада «Родничок». Наталья Архангельская, Денис Панфиленко, СТС КМБ. Ставропольский край присоединился к Всероссийской федеральной информационно-профилактической программе «Диабет. Время действовать». Почти 500 пятигорчан прошли бесплатное экспресс-обследование в мобильном диабет-центре. За уровнем сахара в крови следил Дмитрий Чернышев. Небольшой укол, несколько капель крови и через несколько секунд электронный глюкометр выдает результаты анализа. За время действия программы «Мобильный диабет-центр» проехал полстраны, побывал в 16 субъектах и обследовал 15 тысяч человек. Только одни эти цифры говорят о серьезности проблемы под названием сахарный диабет. 80% случаев заболевания с сахарным диабетом второго типа можно предотвратить. Для этого лишь надо регулярно проводить измерения уровня сахара в крови. За три дня пребывания на Ставрополье команда врачей-эндокринологов побывала в Минеральных водах Невиномыски и столице СКФО. На сегодняшний день в Пятигорске на учете у врачей стоит 5,5 тысяч диабетиков. Еще восьмерым пятигорчанам неутешительный диагноз, о котором они даже и не подозревали, поставили на месте. В этом и заключается главная цель профилактической программы – как можно раньше выявить заболевание и начать действовать. Диабет опасен своими осложнениями. Осложнения при сахарном диабете бывают на сердце, на почке, на ноги, на глаза. То есть практически все части тела организма могут быть повреждены сахарным диабетом. Передвижной фургон посетили и те, кому диагноз уже поставлен. Сдать анализ и проконсультироваться с врачом не будет лишним. Тем более без привычных для наших поликлиник очередей и суеты. Это, конечно, очень хорошая, большая акция для всех нас, которые больны, гибели, даже кто не болеет. То есть проверить норму сахара в крови – это очень, конечно, главное в нашей жизни. Диабет – не приговор, а образ жизни, так говорят врачи. И к болезни приводят простые человеческие слабости и вредные привычки. Лень, дружба с фастфудом, отсутствие физических нагрузок. Лечить осложнения сахарного диабета сложно, долго и дорого. Потратить несколько минут, чтобы узнать свой уровень сахара в крови – вполне адекватная плата за бесценное здоровье. Дмитрий Чернышев, Денис Панфиленко, СТС КМВ. Три месяца кропотливой работы. И вот Ставропольский государственный краевой театр «Оперетты» в Пятигорске радует своих поклонников неординарной премьерой. Впервые на сцене театра поставлено творение «Эвре, мадмуазель, не тушь». Подробнее об этом Мария Корниенко. Сама мадмуазель Нитуш пожаловала в Пятигорск. Одна из самых популярных «Оперетты» уже более 120 лет. Она побывала во многих музыкальных театрах и, наконец, блистает в Пятигорском театре «Оперетты». Зрители заполняют зал, актеры готовы к выступлению, занавес открывается. Хотя подождите, об этом позже. Сначала о самом главном – о том, как «Оперетта» оказалась здесь. Догадаться несложно. Мадам Нитуш появилась так же, как когда-то про делки Ханумы «Сильва, здравствуйте, я ваша тетя». Благодаря режиссеру Инне Хачетуровой. Как можно отказаться от возможности поставить на сцене родного театра давно полюбившуюся «Оперетту»? Когда я здесь работала постоянно, это название, так скажем, в стенах театра не раз, так скажем, летало. И всему свое время, как я говорю, я очень в этом смысле суеверный человек в плане выбора материала. И вот подошел тот самый момент, когда, я считаю, для театра именно эта постановка будет интересна и что-то будет новое для зрителя. Несмотря на то, что, опять-таки, это исключительно классический вариант. Инна Хачетурова – человек семейный, живет в Люксембурге. Даже на сцену она привнесла кусочек заграничной родины. Декорации женского пансионата художник выполнял по фото, которые выслала режиссер. Это небольшая люксембургская церквушка, которая показалась и не наилучшим прототипом. Пока она заканчивает все приготовления на сцене, музыкальная составляющая опереты тоже не дремлет. Что касается вот этой музыки, ей около 150 лет. Она дошла вот до нас в нотном изложении, в общем-то, в таком сомнительно коротком варианте. Поэтому мы решили музыкально обогатить эту оперетку. И вот там будут как раз сюрпризы. В основном это касается балетных номеров. Актерам скучать не приходится. Нужно распеться, загримироваться, войти в нужный образ. А тут еще и корреспонденты со своими вопросами. Для меня очень трудный спектакль. Немножко мне кажется, что это не моя роль. Я обычно здесь играю героинь, а здесь такая роль немножко каскадно-субреточная, что-то такое. Ну, мне тяжело пришлось, конечно. Рассказывать сюжет опереты смысла нет. Увидеть, услышать, почувствовать самому и обязательно испытать восторг. Мария Корниенко, Денис Панфиленко, СТС КМВ. Ночной хоккейной лиги меньше года. Хотя забава такая существует давно. Серьезные мужчины после работы играют в хоккей. Иногда до глубокой ночи. Любительский хоккей поддерживают не только прославленные ветераны спорта, но и президент по чьей инициативе и была создана Российская любительская хоккейная лига. Впервые в истории Ставрополья восемь команд приняли участие в чемпионате края. Пятигорск представлен хоккейным клубом «Звезда». Проведены первые встречи и, по мнению специалистов, игроки «Звезды» в отличной спортивной форме. В планах команды участие в соревнованиях на Кубок Ставропольского края. Ночная хоккейная лига – проект долгосрочный. Все мероприятия проводятся для популяризации спорта и здорового образа жизни. И, конечно, хочется, чтобы больше детей начали заниматься спортом. С воскресенья игра серьезной команды. Мы готовимся, тренируемся. У нас возрастная команда, одна из самых возрастных, полных команд, которые соответствуют требованиям ночной лиги. Бороться приходится с молодежью, подготовленной молодежью, которая занималась раньше тоже в молодежных клубах. Но мы стараемся, чтобы не ударить грязь лицом, показать, что мы тоже на что-то способны еще. Есентукский краеведческий музей представляет зрителям выставку новороссийского художника Светланы Кукуевой. Портрет, натюрморт и пейзаж позволят окунуться с головой в высокие чувства автора. Подробнее в сюжете Марии Корниенко. Живопись позволяет увидеть вещи такими, какими они были однажды, когда на них глядели с любовью. И действительно, эти картины переполнены нежностью и трепетом. Об этом кричат краски, техника, да и сам рисунок. Тут и понимаешь, почему у выставки такое название «На пути у высоких чувств». Около сорока работ таких разных и одинаково притягательных, с человеком в главной роли или живым натюрмортом, что само себе уже противоречит и привлекает. Эта выставка собиралась мною порядка полутора лет. То есть работы все новые. Эти работы нигде не были показаны. И я эту выставку готовила целенаправленно. В 2010 году художник стала победительницей международного конкурса, проводившегося в глобальной сети интернет. Картина Китая набрала большинство голосов и была размещена на очередной ассамблее искусств Russian Art Week в Центральном доме художника в Москве. Не это ли признание таланта? В этой истории есть и маленький нюанс. Сама Светлана не сразу узнала о победе, как и, впрочем, о своем непосредственном участии. Всему виной ее муж. Без ведома супруги, которой нет дела до славы, когда в руках палитра, он отправил ее работу на конкурс. Особого внимания заслуживают картины с изображением цветов. Это отдельная и, похоже, разделенная любовь художника. Пышная ароматная сирень, хрупкие лиричные лилии, нежные невесомые нарциссы и, конечно, ее величество роза. На выставке есть и женские портреты. Нежные, светлые и немного загадочные. Кстати, эта картина особенно дорога художнику, ведь на ней изображена ее близкая подруга и коллега. Как-то раз Наталья гостила у Светланы. Подруги о чем-то беседовали, сидя на террасе. Как вдруг художник увидел нужный ракурс, кропотливая работа, немного фантазии и вуаля, роман в стихах. Эта картина так называется. Она сделала несколько набросков, несколько фотоснимков. Сразу начала прорабатывать в своей голове колористическое решение и так далее. То есть, эту картину, конечно же, она дополняла после. Многие работы Светланы Кукуевой находятся в частных коллекциях в России и за рубежом, приобретены художественными галереями Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на это, ее неизменно тянет на КМВ. Здесь атмосфера особенная и воздух пропитан спокойствием. Мария Корниенко, Сергей Зинченко, СТС КМВ. На этом наш выпуск окончен. Хорошего вам настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова